Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 9 сентября. Сегодня утром я снимала репортаж, небольшой такой видеоролик из теплицы и говорила, что из-за того, что очень холодно, второй урожай не буду ждать, когда поспеет, первый бы убрать. И многие удивляются, что до сих пор я все еще собираю урожай, но вот это идет еще открытый грунт. Вот позавчера я показывала сливку бендрика, специально оставляла на длительное-длительное время, чтобы показать, что он действительно не осыпается и самой посмотреть, так как это новинка, чтобы показать зрителям, что есть сорт, который и не лопается после созревания 2-3, даже 4 недели и не осыпается, и очень хорошо хранится. Тут же вот юбилейный Тарасенко последний, сержант Пеппер последний. Это все еще идет у меня улица, открытый грунт и сливку бендрика я показывала, по-моему, позавчера. Говорила, что сегодня буду срывать, но у нас начался дождь, у нас вчера весь день был проливной дождь, сорвать не могли, сняли только сегодня. И вот со сливки бендрика я буду брать еще семена, а вот эти уже на хранение. И смотрите, я хочу вот этот маленький-маленький ролик-коротышку снять на тему «Счастливый год огородника». Весной, когда говорили мы о том, что подогрев грунта может быть дорогим, помидоры будут золотыми, может быть, кто смотрел этот видеоролик, помнит, я сказала, что да, бывает, что когда длительные весенние заморозки, то выходит дорого, а бывает, что мы вообще не включаем подогревы никакие. И бывает такой счастливый год огородника, когда весенних заморозков возвратных нет. И вот представьте, у нас в этом году и есть вот этот счастливый год огородника. У нас не было весенних заморозков, все помнят, что я высадила в открытый грудь очень рано, не укрывала никакими пленками, у нас не было понижения минусовых температур, вообще не было, и была все лето жара. И я хочу еще добавить к определению вот к этому счастливый год огородника. Вот кто живет не просто в сибирском регионе, а где-то рядом со мной, вот Барнаульцы, например, или, ну короче, в Алтайском крае, те в этом году пишут, что очень хороший был урожай томатов, нас завалило томатами, и в понятие счастливый год огородника я еще хочу добавить, что мало того, что у нас не было дождей весенних, ой, заморозков весенних, у нас не было дождей летних, и хотя было сложновато поливать, но вот смотрите, я хочу вам показать, в чем счастье то, что не было у нас дождей. Иногда бывает дожди помогают нам, да, ну, полив меньше делать, но именно от дождей у нас происходит и фитофтура, и многие грибковые заболевания. Когда дожди затяжные, то начинается вот это гниение. А у нас в этом году получилось, что все лето было сухое, и вы посмотрите, сразу видно по плодам, что год действительно был счастливый, и что с самого начала до самого конца все плоды вызрели без единого заболевания. Вот смотрите, вот они юбилейные Тарасенко. Мы их уже сегодня сняли с открытого грунта все под зачистку, чтобы выдернуть кусты, и тут очень наглядно видно, что, ладно, большие целые, но целые и даже маленькие, вот эти вот маленькие курносики, которые из самых-самых верхних веток, какие-то успели из них созреть. Вот смотрите, даже вот такие крошечные успели. Какие-то не успели, остались зелеными, но это неважно. Я сейчас на хранение их положу. Главное, что они все чистые, нет никаких каких-то темных пятен, нет ни признаков грибковых заболеваний, нет ни признаков вершинной гнили. Вот эти насастенькие, они обычно часто поражаются вершинкой. Я вот в этом году два находила, показывала, банан оранжевый, по-моему. Остальные все чистые, все нетронутые. И в такой год, вот именно счастливый год, что выходит выход без, как сказать, потерь-то нет, ни одной помидорки не потеряли. Вот ни одной, даже самой крошечной, вот мы сейчас собираем. Ну, конечно, совсем за пупушей не собирали, но вот эти, это что же мелочь? Такую мелочь можно было бы не собирать. Она обычно не возревает у нас. Я просто хочу на хранение уложить, потому что вот такие сорта, они идеальны для хранения. И вы видите, вот он, тут это новый вот Индиго Роуз, такой как с антоциановыми плечиками. Их я вообще собрала. Они в идеальном состоянии должны быть вот такие, красно-фиолетовые. Но мы их собрали даже самые-самые маленькие малыши. Хочу посмотреть, как они хранятся. Вы видите, все целенькие, все чистенькие. Их вчера дождь прошел, немножко от пыли сполоснул. До сих пор сержант Пеппер. Вот это сержант Пеппер, это еще с улицы. Вы представьте, до сих пор сержант Пеппер висит. И сержант Пеппер тоже весь, целый. Я собрала даже самые-самые маленькие. Будем кушать потом в последнюю очередь. Смотрите, крошечные сержантики по сравнению с большими. Все снимаем под зачистку. Этот год, в этом году, можно вот поистине счастливый. Можно, правда, его назвать счастливым, потому что ни одного помидора, ни одного томата не выбросили в компостную яму из-за того, что он заболел или сгнил. И даже лопнувших почти нет, потому что было сухо и не было сильно много влаги, влажности. Вот сейчас, конечно, у меня до сих пор еще сбор урожая. Еще теплица Уральская, еще в теплице Франкенштейн. Сейчас Катя мне помогает. Там и банан оранжевый, и крем-брюле поспели. Потом сине-зеленая зебра немножко. Еще амурский тигр дозревает. Короче, очень-очень много. И я уже начала, это, конечно, тот период, когда у нас вся грязь домой идет. Вот я сейчас начала устройство зимнего огорода делать. Ну, а устройство зимнего огорода, это что? Пересаживаем все, что можно пересадить в садушки, в кадушки, и заносим домой. Вот у меня петрушка, мне жалко ее бросать в зиму под снег. Выкопала несколько кустиков, посадила в ведро. И теперь она у меня будет, раз уж я решила в растительной палатке нынче выращивать помидорки, мне тут предложили и огурец посадить, раз у меня будет салат зимой. Ну, а как же без петрушки? Петрушка очень хорошо хранится для зимнего выращивания. Я сеять новую не стала, решила выкопать старую. И вот, смотрите, такая прелесть. Ну, конечно, много сейчас у меня грязи, все эти ведра с землей, все. Ну, вообще, я вот сижу и любуюсь, петрушка прекрасная, помидоры красивые. А что еще нужно для огородника? Хороший урожай, чтобы никаких болезней, чтобы много спелых плодов, чтобы все было вкусное, красивое. Вот сейчас они согреются, вы понимаете, что принесенные с улицы, там у нас ночью 4, 5, 3 даже градуса, они вот как это, уже такие, как холодненькие, они сейчас согреются, завтра с бендрика буду выпускать семена и проведу дегустацию. Сразу скажу, что он очень сладкий, очень вкусный, особенно в этом году у меня все плоды очень-очень вкусные и сладкие. Очень была удивлена, когда сегодня прочитала комментарий одной зрительницы по поводу одного там из томатов, она написала омерзительный томат. Как? Хотелось написать, вот честное слово, хотелось написать омерзительный томат, который оставит только у омерзительных хозяев. Вот нынче в этом году все и скороспелки, и вот эти всякие ультраскороспелы, и мелкота, все у нас такие вкусные, такие сладкие. Не про один томат я не могу сказать, что омерзительный томат. У меня даже язык не повернется. И еще одно, если вы сами не будете любить томаты, они никогда вам не ответят, ну как взаимно силы. Не надо на них говорить омерзительный томат. Смотрите, какая красота. Все, до свидания. Надеюсь, подняла вам настроение, воодушевила вас. Если у меня нынче счастливый год, значит у кого-то другого в другом регионе, в другой области на будущий год тоже будет счастливый год. У нас давно таких не было, но нынче мой год, год крысы. Я молила Бога, просила, дай мне хоть один год без весенних заморозков, чтобы не мучиться с одеялами, с покрывалами. Мое желание выполнилось. Теперь желаю кому-нибудь, кто сильно-сильно хочет ощутить на себе, что такое счастливый год. Просите Бога, вам пришлют на будущий год счастливый год огородника.